Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня я имею желание поговорить с вами о самой трудной притче Иисуса Христа, притче о неверном домоуправителе. Притчевая речь имеет ту особенность, что в ней через простые доступные вещи, скажем, через чашку или через раскрытую книгу или через зажжённый светильник. Сообщается нечто о невидимом мире, о законах, непреложных другого иного бытия, в которое мы идём и которое пока места ещё не ощущаем. И в притчах Христовых каждая мелочь имеет свой вес, и каждая деталь важна. А та притча, которую я называю самой трудной, не я называю, а вообще богословы и толкователи Евангелия, все называют это самой трудной и самой неудобно толкуемой. Детали не имеют буквального значения, и притчу нужно толковать целиком. Вот в этом, собственно, её сложность. Мы прочтём её, а потом извлечём из неё нечто полезное для себя. Итак, согласно притче, был человек, который богат и имел управителя. Ну, скажем, хозяин, по-нынешнему имеет директора управляющего предприятия. Управитель, на которого донесено было, что он расточает имение. И, призвав его, сказал ему, богач, что это я слышу о тебе, дай отчёт в управлении твоём, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что делать. Чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен будут управление домом. И, призвав должников, господина своего, каждого порозня, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он отвечает, сто мер масла. И сказал ему, возьми свою расписку, садись скорее, напиши, пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Отвечает, сто мер пшеницы. И сказал ему, возьми свою расписку, напиши, восемьдесят. То есть человек был замечен в неправильном управлении хозяйством, получил предуведомление о том, что он теряет работу. Он прекращает править домом богача. И он, не зная, что ему дальше делать, решает ещё на последний раз, напоследок надуть своего хозяина и приобрести себе друзей среди должников своего господина. Зовёт к себе должников, переверяет их долговые расписки. И тем, кто должен, скажем, сто мер масла, он говорит, пиши быстрее пятьдесят. Кто должен сто мер пшеницы, пиши восемьдесят. Он уменьшает долги должников своего господина напоследок. Пока место ещё он при власти, как бы сказать, уворовывает последнее, что можно унести, но не в карманы. А он приобретает себе друзей из числа тех, кто является должником своего хозяина. Такой бесчестный поступок совершает для того, чтобы найти себе друзей по мере потери места служения. А вот, собственно, что сложно в этой притче, это реакция Христа на этот рассказ. Сам Христос его рассказывает, и потом Христос даёт оценку тому, что он рассказывает. Христос говорит, похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде. То есть Христос рассказывает эту притчу о человеке хитром, боящемся ручного труда. Он говорит, копать не могу, простите, стыжусь. Хвалит его за его пронырливость. Вот это, собственно, составляет сложность толкования этой притчи. То есть получается, а что же делать? Там дальше говорится, что и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в домы свои. Если в остальных притчах мы слышим такой хрустально-звенящий голос праведности, везде призыв к бескорыстию, везде призыв к честности, к радикальности в поисках добра, то здесь видим некого негодяя, которого Господь хвалит. Это, собственно, составляет такую точку преткновения, является камнем преткновения. Что же это такое? И ответом на этот вопрос является то, с чего я начал сегодняшнюю нашу встречу. То, что данная притча не толкуется в деталях. Она толкуется целиком. То есть даётся один из примеров обычной жизни, такой жизни, которая есть вокруг нас. Так и сегодня поступали, и вчера поступали, и завтра будут поступать. Люди, которым угрожает отставка, там, скажем, увольнение. Они, если виноваты в чём-то, то жгут документы и бумаги. Если могут ещё что-нибудь прихватить с собой, то прихватывают для того, чтобы какое-то время после потери места прожить более-менее без забот. И Христос говорит нам здесь, собственно, главная соль этой притчи заключается в этих вот словах, что сыны века сего гораздо мудрее в делах своих, чем сыны царствия. Это означает, что человек, погружённый в дела мира сего, очень активен бывает. А человек, который имеет веру и старается жить ради будущего, ради царства небесного, не имеет зачастую той активности, той благой пронырливости, той энергичности, которую нужно было бы употребить для того, чтобы достичь небесного царства быстрее, войти в него лучше, твёрже, и ощущать его ещё при жизни более полно. Златоуст, например, говорил, советовал ходить иногда на стадионы и смотреть на борцов или бегунов. И спрашивал, говорит, «Ты видишь, сколько они потеют? Сколько они стараются? Сколько времени тратят они на то, чтобы достичь победы в соревнованиях?» Говорит, «Скажи мне, если бы ты столько же потел ради Христа, если бы ты столько же времени тратил, например, на дела благие, разве это не был бы лучше?» Или, скажем, сегодня, в сегодняшних категориях, если бы мы молились Богу хотя бы столько раз, сколько садимся за стол, или если бы мы читали Священное Писание примерно столько же времени, сколько читаем газеты или информацию в интернете, или если бы мы посещали церковь так же часто, как садимся у телевизора, разве мы не были бы лучше? Вот и получается, что сыны века сего активнее и пронырливее, и умнее сынов царствия в своем роде. Ищущий богатство разными способами находит богатство. Переступая через совесть, нанося обиду ближним, оно таки находит богатство, потому что цель для него оправдывает средства. Человек, который любит любой из грехов, любой из греховных удовольствий, скажем, водку ищет алкоголик с раннего утра, найдет, найдет, что продать, что украсть, что продать, найдет, что снять с себя, в конце концов, что продать, нароет свинья, грязь найдет, значит, найдет то, что ему надо, и он в этом смысле будет пронырлив. И вот сыны царствия, согласно смысла этой притчи, должны быть именно так же пронырливы и активны, должны быть так же усердны, целеустремлены, так же ухвачены целиком этим одним желанием для того, чтобы быть по-настоящему сынами царства, в чем мы, собственно, и проигрываем зачастую. Да и вам самим, братья и сестры, наверняка было ни разу, ни два замечено вами, что люди, дышущие каким-то таким, ну, чем-то серным, чем-то с запахом серой, они бывают активнее, людей добрых. Хватит одного баламута, чтобы перебаламутить весь троллейбус. То есть можете ехать там 70 мирных граждан, хватит только одного, хулигана, дебошира, крикуна, какого-нибудь больного человека, для того, чтобы всех привести в такое взбудораженное состояние. Люди, дышущие каким-то таким странным духом, питающиеся, они бывают активнее людей, которые кажутся нам простыми, нормальными, обычными. В этом есть некая обида. Почему мы не так активны на добро, как злой человек активен на зло? Там ещё есть слова добавленные, такие, значит, вот в конце, о том, что приобретайте себе друзей из богатства неправедного. Здесь можно сказать о тех, кто сумел обогатиться с горем пополам, с грехом пополам. Кто подмешал к своему заработанному украденное, кто подмешал к своему чужое, или обман, или воспользовался плодами чужого труда, тогда он должен, согласно словам Спасителя, правильно расточить неправильно собранное. Есть такое правило очень хорошее. То есть, если уж ты, скажем, прибрал, пригрёб к рукам, что-то чуть тебе не принадлежащее, а потом совесть твоя тебя начинает мучить, оно тебе не в радость, до чем ты обладаешь, то тогда вспомни, значит, что можно из неправедного этого богатства приобрести праведных друзей. То есть пусть будет хорошо роздано, правильно расточено то, что было неправильно собрано и неправильно приобретено. Это 16 глава Евангелия от Луки. Повторяю, что мы сегодня говорим о притче, о неверном домоуправителе, сложной притче в силу того, что Господь здесь хвалит грешника, хвалит того, кто приобретает себе друзей за счёт неправильного управления богатством своего хозяина. Но, повторяю, что хвалит Господь не столько его нечистую душу, сколько даёт нам пример в постоянном поиске путей для спасения, потому что сыны века сего, к сожалению, активнее сынов царствия в своём роде. И, будучи сынами царствия, мы должны быть активны в своём уже роде, в поисках путей для ублажения Бога и для угождения ближним ради Христа. Вот на этом мы сегодня с вами и прощаемся, братья и сестры, и в надежде на будущие встречи я говорю вам доброй ночи, ангела-хранителя, и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин